Окей, друзья, в этом видео я хочу показать вам довольно-таки известный такой базовый флориш, который называется веер. Я вам покажу, как делать веер в одной руке. Выглядит это следующим образом. Еще разочек. Еще разочек. Ну и еще раз. Вот такой вот флориш. Так вот он прикольно выглядит. Его можно использовать, например, когда вы хотите дать зрителю выбрать какую-нибудь карту. Можно, конечно, вот так вот раскладывать перед зрителем все это дело. А можно так вот сделать красивенький веер. Он запомнит там любую карту, к примеру. И вы уже потом с этой картой начнете что-то делать. Ну что же, друзья, давайте теперь поближе перейдем и посмотрим, как выполняется этот веер. Ну что же, друзья, давайте с вами разберемся, как выполняется веер в одной руке. Итак, для того, чтобы сделать веер, я буду показывать так, как делаю я. Потому что есть несколько способов делать веер. Кто-то делает там с надавливанием, кто-то там большим пальцем раскручивает. Да, я так не делаю. Я делаю указательным пальцем. Как я делаю? Я захватываю колоду таким вот образом. Обратите внимание, где у меня средний с безымянным пальцем, где большой. Далее подношу указательный палец вот сюда к уголочку прям. Кладу колоду вот так вот в левую руку. Обратите внимание, как ее кладу. То есть она у меня смотрит прямо аж вон туда. Потому что именно отсюда, от этого края веер пойдет и пойдет вот до этого края. То есть вот отсюда я начну это все как бы сделаю закручивать. После чего я просто беру его и раскладываю так вот указательным пальцем. То есть еще раз. Поднесли, положили и вот я начинаю раскручивать. Вот так вот указательным пальцем их раскладывать эти карты. То есть у меня уже движение это выработано. То есть оно как бы у меня уже... Уже я как бы даже не знаю, как вам еще объяснить, потому что я как бы к этому движению уже привык, да. Главное положение колоды и потом вот это вот само начало вот этого движения. У меня лично давит указательный палец. То есть я раз и разложил как мне надо, да. И потом также используя вот эти пальцы я это все скручиваю назад. То есть я разложил. И далее вот этими пальцами я начинаю собирать. Просто начиная этими пальцами эти карты собирать в другую сторону. То есть вот так вот раз. То есть у меня это не происходит в какое-то одно движение, нет. У меня одно, прям в пару движений происходит. Я их захватываю и пальцы там переставляю. То есть разложил и вот пошел собирать. Это движение нужно просто выработать. Сходу оно у вас вряд ли получится. Все это надавливание, все это надо прочувствовать. Да, и еще хочу сказать одну важную вещь. Для того, чтобы делать этот веер, необходимо, чтобы карты у вас были хорошие. То есть чтобы они скользили прям хорошо. Потому что со старыми картами, которые слипаются, или если, например, карты у вас грязные, там часто на полу валяются, где-нибудь там под диваном, да, то они само собой будут грязные, слипшиеся, и скользить карты будут плохо. Поэтому веер у вас не получится. Нужно, чтобы карты были такие скользяемые. Чтобы они прям вот хорошо скользили и раскладывались. Ну что ж, друзья. На этом все. Тренируйтесь. И у вас обязательно начнет получаться. На связи с вами был Куликов Сергей. Он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok